Интересно было бы построить функцию количества студентов от номера лекции. Такая дискретная, интересная функция была бы. И функцию студенческих оправданий тоже. Почему же их нету? Итак, мы с вами, с вами сегодня начнем использовать рекурсию во всю мощь. Итак, в прошлый раз я ввел рекурсию, рассказал, что да как, какие-то базовые алгоритмы, о которых мы можем научиться. Впрочем, быстрое возведение в степень, оно уже красиво выглядит. Сегодня я вам расскажу еще два рекуррентных алгоритма, вполне боевых. Давайте мы с вами начнем с генерации всех перестановок. Итак, в чем состоит задача генерации всех перестановок? Допустим, у меня есть Н чисел. Н чисел. От одного до множества чисел. Я сейчас их... Ну как, я сейчас постановку задачи обсуждаю. Это не на языке программирования. Да? Понятно, да? То есть я просто вот пишу. Вот множество чисел. Один, два, три и так далее. Значит, это, собственно, числа, числа, которые мне требуется переставлять. Вы наверняка знаете элементы комбинаторики. И для вас не составит труда сказать, сколько всего существует перестановок Н чисел. Но я на всякий случай кратенько так скажу. Так что в первую позицию, вот у меня Н чисел условно, да, и Н позиции. В первую позицию я могу поставить любое из Н чисел. Соответственно, у меня Н вариантов расстановки первого числа. От одного до Н. Правильно? Сколько вариантов поставить число во вторую позицию? Я какое-то число уже потратил, поскольку перестановка в комбинаторике предполагает, что числа не повторяются. И в каждой позиции обязательно есть число, да, ровно Н перестановка, Н позиции. То я сюда вставляю уже одно из Н минус одного числа. Неважно, какое первое число ушло в первую ячейку. Соответственно, у меня вот здесь возникает Н минус один вариант. И по комбинаторике я что делаю? Я перемножаю количество вариантов, чтобы посчитать, сколько у меня всего комбинаций перестановок различных. Соответственно, этот процесс продолжается. Умножить на Н минус А два и так далее. И когда я дохожу до последних позиций, давайте я парочку последних напишу, до предпоследней позиции, то у меня осталось как раз два числа каких-то из этих Н чисел. Соответственно, в эту позицию я могу всего лишь двумя вариантами вставить число. И в самую последнюю позицию у меня число встает однозначно, поэтому уже автоматически. Но я напишу, что умножить на один. Ну, просто для того, чтобы получить ту самую знаменитую формулу. Н факториал. Количество перестановок Н чисел в Н позициях. Н факториал различных перестановок. Здесь все понятно. Все знают комбинаторику хотя бы в рамках основы или поняли то, что я излагаю. Вопрос вот в чем. А как нам выдать на гора, собственно, вот эти самые перестановки все? Все, не упустив ни одной. Как сгенерировать эти перестановки? Нет, ну их много. Определенно, Н факториал очень быстро растет. Да, уже 10 факториал это какое-то огромное число. Там не говорят 20 каких-нибудь факториал. Это страшные вещи уже, да? Но, допустим, я буду с небольшим количеством перестановок. Четыре числа. Один, два, три, четыре. Но я хочу реально увидеть перебор различных перестановок. Понимаете? И вывести их на экран. Как это сделать? Нетривиальная задача, правда? Согласитесь? А теперь смотрите. Я пойду решать эту задачу при помощи рекурсии. Давайте подойдем к этой задачке чуть-чуть издалека. Давайте начнем с более простой с точки зрения комбинаторики задачки. Там, где не Н факториал, откладываем в стороночку, на секунду буквально. И сгенерируем всевозможные числа в как бы Н ричной системе счисления, где Н меньше либо равно 10. Чтоб я не парился с тем, что цифр хватает. Да? Вот давайте сейчас, еще раз говорю, это упрощенная задача. Упрощаем. Значит, все числа, все числа, соответственно, от, соответственно, нуля, но я сделаю так, с лидирующими нулями, да, до, соответственно, чего? Ну, до какого-то числа, н, 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 где Н, это у меня будет, Н это у меня будет, заодно себе как бы, а, прошу прощения, На самом деле n-1 тут будет. Или можно так, как бы с перебором всевозможных состояний у каждой ячейки. Я прошу прощения, потому что я сделал от 1 до n здесь, а для систем счисления там цифры от 0 до n-1 получаются. Поэтому тут чуть-чуть получается такая тонкость. Все числа, соответственно, от числа 0, 0, 0 и так далее, 0, до числа, соответственно, n-1, n-1. Все возможные числа в n-ричной системе счисления. Понятна логика, да? Эта задачка, она немножко проще. Но мы сразу сделаем сейчас ее решение рекуррентное. Рекуррентное решение, и оно откроет нам путь к генерации всех перестановок. Что я сделаю сейчас? Смотрите внимательно. Я сделаю сейчас функцию, которая будет у меня называться GenNumber. Ладно, не буду экономить. GenerateNumbers. У этой функции в качестве параметров будут, во-первых, уже сгенерированная часть числа. То есть я его буду генерировать последовательно, слева направо. Сгенерированная часть числа. И буду продолжать его генерировать дальше. Я начинаю с новой строки вот отсюда. Это первый параметр будет у меня вот тут. Из-за краткости доски. Итак, первое. Это так называемый. Сейчас, одну секундочку. Что мне удобнее вначале пустить. Я думаю, что префикс. Да. Значит, я назову эту штучку словом префикс. Префикс. Что у меня будет такое этот префикс? У меня это будет на самом деле. На самом деле это будет список. Но я туда сейчас положу none. А, сейчас прошу прощения. Префикс тогда нельзя вначало отправлять. Тогда префикс. Если я ему кладу значение по умолчанию, то не получится прописать нормальное значение тех товарищей. Потому что нужно n передать туда. Одну секундочку. Давайте тогда даже без значения по умолчанию. Нет, тогда будет не очень хор. Давайте я все-таки запишу. Это более... Он у меня будет в конце. Значит, поехали. В первую очередь основание системы счисления, мне нужно сказать. n, да, двоеточие, int. Это будет основание системы счисления. Вопрос, а какой длины число? Ну, я сейчас, чтобы не передавать второй параметр, на самом деле, еще и для того, чтобы это потом вот туда совпало, у меня будет n позиций и одновременно с тем n там, как второе число. Я не буду сейчас передавать длину числа, а буду считать, что длина числа, количество цифр равно основанию системы счисления. Понятно? Я могу вписать сюда второе число, никаких проблем. Ну, просто для простоты. Окей? n двоеточие int и, собственно, префикс. Ну, n надо передавать всегда. А вот префикс, я скажу, что это будет none. То есть, я его по умолчанию не даю. По умолчанию его функции не дано. Что такое префикс? Теперь смотрите, чем я собираюсь воспользоваться. Я хочу, чтобы моя рекурсия начинала ветвиться. Что значит сгенерить все перестановки? Это значит сгенерить все перестановки. Давайте вот подумаем. Сгенерить все перестановки, которые начинаются на 0, на 1, на 2, на 3, на n-1. Понятно? То есть, я большую задачу генерации всех перестановок могу свести к... А, сейчас я, наверное, n... А, ребят, не получится. Простите меня, пожалуйста, я не учел второй момент. Мне придется передать длину числа. Простите меня, пожалуйста, я затупил слегка. Простите. Придется, к сожалению, а может и к счастью. m это будет длина числа. m штук цифр. Префикс равно нам. Так, еще раз. Значит, поняли, что большая задача разбивается на меньшее количество, на большое количество, но задач поменьше. Мне нужно сгенерировать уже числа, которые начинаются на 0, но они короче. Их длина будет меньше. Я почему? Потому что я забыл, что цифра-то у меня на самом деле будет... Цифра-то у меня будет поменьше. Цифра будет столько же, а длина поменьше. То есть, у меня два параметра. Один должен уменьшаться, другой нет. Задача уменьшается за счет чего? За счет того, что у меня сокращается длина оставшейся части, которая требует генерации. Но с другой стороны, у меня должен возникнуть префикс. Что такое префикс? Дело в том, что для того, чтобы распечатывать вот те числа, которые начинаются с нуля, мне нужно знать, что они с нуля начинаются. Мне нужно немножко обобщить эту задачу, потому что в подзадаче я должен генерировать числа, начинающиеся с... Понятно? То есть, моя задача, она является тоже такой задачей, сгенерировать все числа, но в ней не звучало начинающиеся с... Но я добавляю, говорю, сгенерировать все числа, начинающиеся с ничего. Понятно? Но при этом вначале ничего нет. Ясна логика, да? А теперь смотрите, что я, собственно, делаю. Я должен в первую очередь рассмотреть крайний случай. Поскольку я буду двигаться к тому, что у меня количество цифр все время уменьшается, m все меньше и меньше, то есть задачка упрощается, упрощается, в конечном счете цифр не должно остаться, да? То есть, m в конечном счете должно стать равно нулю. Количество оставшихся цифр, которых нужно там нагенерить, равно нулю. Вот в этот момент волшебный я должен сказать, что? Что, собственно, все, надо выводить. То есть, эта задача настолько проста, что сгенерировать одно единственное число, в котором не нужно уже перебирать цифру, оно готовенькое, нужно просто вывести и все. Поэтому я говорю, если у меня m равно равно нулю, то это значит, что больше цифр не надо. В этом случае я просто распечатываю префикс. принт. Так, есть один момент очень важный, который я пропустил. Я сейчас напишу его ниже, но он на самом деле должен был бы быть чуть-чуть выше. Не страшно, но и даже при реализации не страшно. Я просто говорю, значит, собственно, разнадача настолько проста, что сгенерировать все числа, начинающиеся с, причем цифр там не дали. Просто надо вывести то, что у нас есть и все. Да, вариантов нету. Ясно? И на этом, на этом я, в принципе, заканчиваю. То есть я могу тут написать return и выйти. А все остальное, оно автоматически попадает в else, потому что return не случился. Это значит, что я нахожусь вот здесь. Ясно? Ясно. Ясно или нет? Отлично. Итак, что я дальше делаю? Я говорю, что мне нужно... А, стоп, вот этот момент, про который чуть не пропустил. Дело в том, что питон, если я тут напишу пустой список, то питон сделает не то, что надо. Не то, что надо сделать. Он этот пустой список будет сгенерирует один раз в момент описания этой функции, а потом этот список будет один и тот же. А мне нужно генерировать новый пустой список при каждом вызове функции. Поэтому мне надо сказать, что префикс у меня... Префикс равно префикс или пустой список. Посмотрите на вот это. Как вы думаете, что это значит? Если префикс равен нану, то он ложный. Правда? Нан – ложь. Нан – это ложь. Значит, что у меня получается? Что вот это высказывание, оно обязательно будет истинным. Оно обязательно будет истинным. Почему? Ну, потому что... Сейчас, одну секундочку. Пустой список. Сейчас, одну секундочку. Это дело работает, а вот почему он возвращает пустой список, почему он возвращает вот то, я не помню. А вдруг он, не дай бог, вернется? Если бы префикс был... Надо проверить. Оставим вот так, но надо проверить. Дело в том, что пустой список является тоже ложным. Но поскольку первая ложь, то он начинает вычислять второе выражение. Я вам уже рассказывал о том, что в питоне, как и во многих других языках, для или и и есть ленивое выполнение. Если у меня первый аргумент является истинным, то второй даже не вычисляется и возвращается, соответственно, первый. Понятно? А если у меня операция, если и при этом первый ложен, ну тогда нам приходится второй вычислить. Или похожая ситуация. Только тогда у нас, если первый истинен, то тогда второй не надо вычислять. То есть ровно наоборот. Если же первый ложный, то есть none, тогда будет вычисляться и возвращаться второй. Должно сработать так, несмотря на то, что второй ложный, но вернется не false, а вернется, собственно, пустой список из этого или. Ну так пишут. Сейчас проверим, сработает ли в нашем случае. На самом деле можно было бы написать вместо этого более длинно в две строки. If префикс равно равно none, но так нехорошо писать. Лучше было бы написать так. If not префикс, префикс равно. Потому что равно равно none нехорошо делать. Тоже есть причины на то, не принято. Есть на то причины. А так вот как раз пишут. Таким образом, я, если префикс был none, то я создам вместо него пустой список и скажу. Начинаем с пустого списка. Пока что никого не было. Ясно? Итак, давайте двинемся дальше. Значит, а теперь, собственно, рекурсия. В данном случае рекурсия будет у меня, рекуррентный вызов, у меня будет происходить многократно. Потому что я должен, как я уже говорил, свести задачу к подзадачам. Все числа, начинающиеся с, точнее, в данном случае продолжающиеся, префикс уже есть, продолжающиеся нулем, единицей, двойкой, во всем диапазоне в допустимых цифрах. Правда? Значит, что я здесь говорю. For digit для цифры в диапазоне in range основания системы счисления для всех цифр в диапазоне основания системы счисления. Что мне надо сделать для всех этих цифр? Сгенерировать все перестановки, начинающиеся с того, с чего и так начинается, с текущего префикса, но с добавлением этой цифры. Как я могу это сделать? Первый вариант. Без дополнительной памяти, второй вариант с дополнительной. С дополнительной будет короче записываться, но зачем нам кучу памяти лишнее есть? Я сейчас сделаю так, я буду без дополнительной памяти сразу писать. Я в этот префикс, который у меня сейчас, он уже есть точно. И задача в принципе вообще требует дальнейшего. То есть она требует, это не крайний случай. То есть у меня нужно цифры регенерировать. Так вот, я беру этот префикс, удлиняю на цифру, вызываю генерацию для этого префикса, после чего удаляю последнюю цифру из префикса. Поняли? Я могу с дополнительной памятью написать, но я бы не хотел. Давайте сделаем так. Смотрите. Префикс, добавить в конец. Помните, как пишется? Append. Мы это делали вначале руками, запихнуть, топ увеличить, но мы узнали в прошлом, или позапрошлый раз, о том, что есть len от массива, len от списка, который держит себе, какова его длина, автоматически, и позволяет его, а append позволяет удлинять. Вот я префикс удлиняю, я говорю, добавить к нему append, добавить к нему в конец. Собственно, что? Ну, цифру, digit туда надо добавить. Append, digit. Так, добавили туда цифру. Теперь мне нужно сгенерировать все перестановки, которые начинаются этим префиксом. После того, ну, и вот, и этой цифры продолжаются. Да? Вот уже я добавил эту цифру. Осталось только сгенерировать все перестановки, но цифра осталась как раз на единичку меньше. Я вызываю эту же функцию, которая будет генерировать все перестановки. Вот сюда вписывают. Generate Numbers. Для чего? Основание системы счисления прежнее, n, количество цифр m-1, запятая, а префикс я передаю как есть. Запятая, префикс. То есть задача упрощается за счет уменьшения количества цифр. Простите, мне придется аж вот тут вот приписать. Это на самом деле просто через запятую. Запятая, префикс, скобка закрывается. Но после того, как я сгенерировал все перестановки, которые, например, нулем начинаются, мне нужно этот ноль оттуда с конца убрать. Потому что следующий вариант, я должен единичку заепендить, а нолик для этого надо убрать. Правда? Поняли? Что-то такая тишина на слово поняли, что я пугаюсь. Ощущение, что не поняли. Я сейчас перепишу и запустим. Вы главное старайтесь сейчас вникнуть в суть и переписывайте аккуратно. Потому что этот алгоритм, один из тех, который надо уметь воспроизводить на зачете. Так вот, что я делаю? Я беру и удаляю оттуда последний элемент. Префикс точка поп. Причем мне значение этой цифры не надо. Я и так ее здесь знаю, правда? Я и так знаю, что это диджит там. Ясно? Я бы просто поп, то есть выкинуть и все, и никуда не девать. Сохранять никуда не надо. В чем отличие от предыдущих вариантов... Все, алгоритм закончен. В чем отличие от предыдущих вариантов рекурсии? В первую очередь в том, что у нас рекуррентный вызов происходит в цикле. То есть у меня возникает следующая ситуация. Я начинаю свой рекуррентный вызов, да? И детка зовет не одну бабку, а двух бабок. Каждая бабка зовет... Ну, двух. Двух это если двоичная система счисления, извините. Это в лучшем случае, если у меня там две цифры всего лишь. Ноль и один. А так, пожалуйста, десятичная система счисления. Дед позвал 10 бабок. Каждая из 10 бабок... Ну, я ладно, я для двух буду рисовать, а то мы грохнемся. Внучка позвала, соответственно, двух жучек. А, бабка, прошу про них, двух внучек. Каждая внучка позвала двух жучек. А? Каждая жучка позвала двух кошек. Каждая кошка... Я уже стрелки не буду рисовать. Каждая кошка позвала двух мышек. Вот если я, тем не менее, если я теперь посмотрю, а какие, собственно, получатся перестановочки, вот я сейчас для двоичной это дело обыграю, да, то у меня как раз получится, что вначале я разбираю вот эту ветку рекурсии, при этом вначале под ветку вот эту, потом под ветку вот эту, под ветку вот эту, и получается, что первая перестановка, а именно мышка у меня выводит все на экран. Именно мышка выводит на экран получившееся двоичное число. Ну, я сейчас с двоичными вот это обыграю, потому что иначе, опять же, их получится много, вы видите, да? То число длины 5, оно их, ну, естественно, 2 в 5 и 32. Мы знаем, что их там 32 числа должно, двоичных, получиться. Ну, смысл в том, что у меня распечатка происходит на самом низком уровне глубины рекурсии. А еще интересное, что возникает у нас в связи с неоднократным, а многократным рекуррентным вызовом. Вот он момент, вот он точка x, да? Многократный, то есть я в одной функции вызываю, как я сказал, двух бабок, да? На самом деле не двух, а сколько надо, сколько у меня там range n, какого размера n, столько и вызову. У меня возникает интересный момент с погружением и выходом. Вопрос, где тут прямой ход рекурсии, где обратный? Но очень запутано все, потому что действия, выполняемые на прямом ходу рекурсии, соответственно, в момент погружения, вот мы погружаемся, погружаемся, выныриваем, погружаемся. Выныриваем, выныриваем, погружаемся, погружаемся. Выныриваем, погружаемся, выныриваем, 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 погружаемся, 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 выныриваем, погружаемся, выныриваем, выныриваем, погружаемся. Вы чувствуете, да? То есть мы здесь все время заныриваем чуть глубже, вынырнули. но в то же время это очень классно с точки зрения дедуктивного разбора то есть мы как шарлок холмс представьте себе перебирает варианты дали как в алгебре логики мы бы перебирали я бы перебирал ну допустим мариарти приходил в эту комнату до дальше исходя из этого если он приходил в эту комнату то допустим он открывал шкаф рассмотрели все варианты когда он открывал шкаф там может быть он брал не брал что-то да теперь что возвращаемся к варианту что если допустим мариарти приходил но допустим что он шкаф не открывал рассматриваем все варианты когда он шкаф не открывал возвращаемся к чему разбору рекурент поднимаемся выше до мариарти не приходил в эту комнату тогда понятна логика то есть мы вот эта логика перебора чисел она оказывается классный и реализуется вот так вот рекуррентно да то есть заглядывание внутрь в под задачу и выход из нее как раз удобен и хорош вот в этих случаях именно его мы сейчас применим для генерации перестановок но пока давайте запустим допустим эту штуковину поехали generate numbers что я сказал что у меня будут н это основание системы счисления и м это у меня будет количество чисел да и префикс который у меня по умолчанию будет нам окей это функция которая генерирует все числа с лидирующими нулями нулями значит где в каком диапазоне в эндричной системе счисления на самом деле логично будет это выглядеть только когда n у меня но она в каком-то смысле будет логично выглядеть только цифры будут не теми да но логично будет выглядеть что n меньше либо равно 10 значит длины м поехали что я делал но я в данном случае хочу на самом деле переставить вот эту генерацию префикс я в первую очередь напишу что префикс равно префикс или список ну и давайте я в первую очередь проверить что это работает то что у меня возникло сомнения вдруг мало ли сейчас я print префикс сделаю пока что функция вообще не рекуррентная просто про это затычка которая проверяют ну и давайте ее собственно запустим generate number для 4 запятая 3 все равно неважно для чего главное что там префикс сейчас ничему не равен и так сейчас одну секундочку у нас лекция не те лекции лекции питон значит и у нас это generate numbers так ок запускаем ну что ж как видите возвращается список то есть он еще раз вычисляет вот это выражение первое нужно там вычислять то нечего просто берет смотрит что это на он оказывается ложным в этом случае он чтобы выполнить или он вычисляет вторую часть выражения что вычислить то есть создать новый список пустой обратите внимание оказывается в питоне можно создавать пустые списки пустой массив на самом деле конечно же он зарезервировал пустой массив пустой список уже себе немножко хапнул дополнительной памяти ну просто нам он об этом не говорит олен у него длина равна нулю то есть счетчик уровня заполненности 0 дальше я распечатываю а это как раз не надо это как она на самом деле надо как раз это надо но это нужно делать не всегда а это надо делать если у меня m равно нулю то есть мне больше цифр не осталось генерировать ну тогда просто вывести префикс как есть и так что дальше я сделаю а и выйти return и выйти на этом потому что закончились именно вот это та самая мышка которая отрабатывает если я мышка если если больше ничего генерировать не надо то распечатать все числа которые префиксом являются и выйти и ничего никого не звать а вот здесь вот автоматически возникающий else из-за того что return не состоялся значит что я пишу я пишу а для цифры в диапазоне собственно допустимых цифр от 0 до n минус 1 как раз что я буду делать я удлиняю префикс этой цифрой которой я собираюсь продолжать на данной итерации а потом что я делаю генерирую generate number передавая ему основание системы счисления m на единичку меньше и префикс вошло в мозг потом префикс нужно чуть-чуть укоротить отодрать эту последнюю цифру которую мы только что приклеили для генерации бегу лет не легло а я могу показать более простой вариант вот без цикла можно показать более простой вариант показать ну давайте давайте покажу вот давайте def gen bin gen bin я тупо буду нолики единички n штук префикс равно строка со строками вы знаете строки можно конкатинировать на самом деле списке тоже можно конкатинировать на это не рассказывал и я не хочу дополнительную память использовать сейчас вот просто буду ген бин делать я говорю если у меня осталось только не н прошу прощения а м если м а где номер строки а простите это абсолютно случайно дэв ген бин а если оставшихся я два в двоичной системе счисления буду говорить если осталось м равно равно нулю то print префикс префикс в этом случае строка а иначе а иначе ген бин ген бин на единичку короче но префикс при этом удлинен на этим ноликом поняли и второй вызов давайте детка зовет первую бабку и вторую бабку вот самый простой вариант генерации а ритер не нужен ну либо вот сюда вставить ритерн тогда вот эти вещи отправляются влево понятно то есть если я не мышка то позвать двух бабок одну с продолжением нуля вторую зовут и одну с нулем а другую с единицей а если мышка то тупо распечатать префикс давайте сейчас я пока что генерирует номер прикрою а пока ген бин запущу ген бин с длиной равной пять вот ровно то что сейчас на доске там было ген бин с длиной равной 5 а дает передать чуть-чуть покороче давайте все-таки мне так жалко вас там столько строк вылезет ген бин 3 смотрим что произошло у меня первый ген то есть общий ген бин самого высокого уровня сгенерировал все но он ничего не распечатывал он всего лишь что сделал он проверил что он не крайне и позвал генерацию продолженную нулем а по сути оба поскольку префикс был в начале пустой строкой тон по сути что сделал добавил туда первую собственно циферку 0 и все остальное все вот остальное сделано уже его бабкой бабкой которая номер 0 да а это вторая бабка делала которая единичка была выдана в начале понятно что сделала эта бабка она позвала соответственно внучку первую у которой дала ноль и внучку вторую которая дала единичку внучка позвала жучку на самом деле мышку позвала они прошу прощения как раз она позвала кошку тоже кошка еще успела вот 0 к единичку ты кошка 1 кошка 2 да а дальше нулевая длина осталась и собственно все осталось мышка только распечатывает она ничего не генерирует понятно ну давайте я этот добавлю чтобы это было покрасивее все-таки пятерочку тогда все двоичные числа да еще и в порядке собственно двоичной системы счисления да то есть для всех нулей он перебирать до всех для всех начинающих с нуля он вначале перебирать все числа начинающиеся с нуля для всех чисел начинающихся с нуля нуля он перебирать все числа с нуля в рамках этого он перебирать все числа продолжающиеся нулем в рамках этих чисел он первым перебирает число которое заканчивается нулем вторым перебирает которая заканчивается единицы на этом рассмотрении вот этого закончена и продолжает понятно да заныривает понятно yes а теперь то же самое только в цикле потому что я ж могу вот это дело запустить в цикле да я ж могу здесь взять и написать for соответственно ну digit in 0 в кавычках запятая 1 в кавычках да соответственно ген бин м минус 1 префикс плюс digit правда но какая разница в цикле это запущу или просто два раза дерну а dig in копай вглубь называется вот копайте все работает естественно потому что неважно в цикле или просто два раза то что здесь я знаю заранее количество итераций я знаю сколько цифр а я здесь делаются абстракт ну как с абстрактом с параметрическим количеством цифр для н ричной системы счисления понятно то есть вот этот вариант только для двоичной до системы счисления а вот этот вариант у нас будет сейчас мы его раз коменте этот вариант у нас будет соответственно для произвольной ох ребята как мы тормозим с вами не дай бог мы сейчас хара не успеем запускаем это дело что я хочу сделать я хочу рассмотреть все давайте троичные числа длины 3 иначе они на экран не влезут все троичные числа длины 3 но обратите внимание что он естественно выводит не список до в квадратных скобках через запятую но пара пожалуйста как он его выводит ведь и вначале для всех начинающихся с нуля он перебирает все варианты потом все варианты начинающиеся с единички да потом все варианты начинающиеся с двоечки легло понятно так теперь теперь смотрите что мы с вами сделаем что мы с вами сделаем я пожалуй все таки не буду сейчас переходить на доску потому что я не могу потратить время на написание того же на доске списывайте я буду аккуратно делать это здесь вам будет трудно быстро переписывать что я делаю сейчас но я все-таки напишу это напишу и так generate как перестановки забыл и так у меня н чисел н чисел у меня есть соответственно число м число м сколько еще чисел сколько еще позиции осталось сколько еще позиции осталось то сгенерировать так же как и в generate numbers и собственно префикс который я точно так же как и там поставлю в нам в начале я пишу что эта функция генерирует перестановок н чисел соответственно в м позициях начиная с префикса давайте с префиксом вот так напишу с префиксом префикс понятно вопросов к описанию нету все понятно да с интерфейсом функции так значит первое я хотел бы чтобы можно было автоматически генерировать перестановки н в н позициях то есть то как она заглавлена поэтому я здесь должен поставить по идее н двоеточие инт равны ему и ну но так нельзя потому что н заранее неизвестен поэтому я сюда могу воткнуть что-нибудь ну например ноль по умолчанию сейчас нет будет плохо ноль будет плохо ноль будет плохо потому что нам может быть сейчас одну минуточку мне очень важно чтобы в конце я смог это дело обработать давайте минус 1 тогда напишу что я говорю я не могу сразу туда параметр вставить туда же то есть стандартным дефолтным значением стандартным по умолчанию я не могу вписать туда то которое я получу из параметра я пишу если у меня м минус 1 то тогда генерируем столько же в н позициях м равно н да я здесь прокомментирую по умолчанию н или по умолчанию н чисел в н позициях понятно к чему это ясно я могу это дело сократить и написать соответственно м равно сокращаем м до одной строки м равно м если м не равно минус 1 а иначе н а логика понятно так понятней нет но могу наоборот поставить м равно н если м равно минус 1 а иначе м то есть она равно самому себе она становится старым если меня мне сказали в скольких позициях я делаю перестановки н чисел так понятно почему нельзя это тут в заголовке написать для модифицирующихся типов так точно нельзя возможно это появилась такая возможность это нужно проверить но я не готов это написать по умолчанию и более того привыкать к этому нельзя надо стараться и а инициализировать явным образом то есть я закладываю туда действием потому что объекты создаются в питоне методом вычислений чтобы создать объект его нужно как бы вычислить нужно чтобы была реальная строка она была выполнена тогда объект будет создан понятно а здесь я сошлюсь на н но здесь н еще не является ссылкой на объект это просто всего лишь формальный параметр который мне дадут когда будут вызывать функцию поэтому я боюсь что так написать нельзя а так я ссылаюсь все-таки на конкретный объект по умолчанию понятно так ладно и с префиксом то же самое но с префиксом там будет проще потому что у него нулевое значение является ну точнее нам является как раз ложным значением заодно она и недопустимая то есть я что говорю префикс равно префикс или пустой список дальше почти копия того что там что я буду говорить если мне осталось сгенерировать ноль то я просто сделаю что я распечатаю префикс и выйду все понятно а дальше я что должен делать ну у меня в данном случае будут не цифры не цифры не цифры а числа number но в том смысле что в принципе там могут быть не только цифры и они будут и соединиться до n включительно до диапазон у меня будет чуть-чуть другой соединички до n включительно поэтому плюс один и что я буду делать я буду говорить давайте что я сделаю а они торопимся подождите это же должны быть перестановки в которых я исключаю ранее имеющиеся числа ранее там наличествующие правда значит мне нужно сейчас проверить что такого числа еще не было вот я перебираю всевозможные числа в этом диапазоне но еще раз мне нужно исключить те числа которых еще которые уже были исключить то есть мне нужно сейчас сделать так то есть если number was in prefix да если number was in prefix то пропускаем эту итерацию continue но я не могу вот так вот это дело написать понимаете это моя мечта просто взять вот так вот и написать мне тут чуть-чуть надо бы повозиться ой простите continue continue это операция которая перекинет меня на следующий раз я пропускаю это число понятно то есть его оно уже было его нельзя сюда подставлять но если так было можно давайте на секундочку помечтаем значит вот здесь напишем fix me надо будет реализовать слегка вот это дело да но что я могу сделать я вот здесь пишу префикс добавляю в него и пент number добавляю туда это число дальше говорю generate permutations да по-прежнему n чисел но позиции стало меньше да передаю туда префикс и из префикса я убираю с конца последний элемент то есть то число самое которое туда пихнул только что я donner понятно сейчас что ничего сложного и все очень аналогично то есть все все отличие оно в диапазоне да и вот в этом месте, которое я размечтался и пока еще не написал. Правда? Как мне вот это дело реализовать? Number, was and prefix. Я могу реализовать очень простую функцию, ведь это же тривиальщина, это однопроходный алгоритм. Нужно пробежаться по всем значениям, но если я начну этот однопроходный алгоритм реализовывать вот здесь на месте, я загрязню чтение, согласитесь, правда? Что я для этого сделаю? Я так и напишу, was in, я напишу, was in, ну или как сказать, search in, давайте. Search in, что я буду искать? Number, запятая, префикс. Ну или вот так вот, search number prefix. Да? Функция search будет возвращать, ну или find, давайте find лучше назовем. Find number prefix. Она ищет число в списке. Напишем такую функцию. Сложно написать. Никаких проблем. Поехали. Создадим функцию. Легче же вначале размечтаться, потом понять, чего ты хочешь, написать. При этом наш функция, наш генератор фактически готов. Что я пишу? Number, даже можно это упростить. X, A. Значит, функция что у нас? Значит, ищет, ищет, ищет x, простите, x в A, да, и возвращает true, если такой есть, да, false, если такого нет. Дело в том, что, я почему на этом заостряюсь, я, когда была лекция про систему исчисления, я в конце должен был успеть однопроходный алгоритм рассказать подробно. Но мы задержались на системах исчислений, я однопроходный алгоритм не успел хорошо рассказать. Из-за этого возникла ситуация, что вы их плохо знаете. Поэтому, извините, я этот однопроходный алгоритм сейчас реализую здесь ручками. Правда, он все-таки с массивом, ну и ладно, что с массивом. Что мне нужно сделать? Я буду перебирать все числа. А давайте все-таки я буду number искать. Простите меня за перестановки. For number, о, прошу прощения, для всех чисел из A, for x in A, я же могу так писать? Помните, да? У нас цикл for, он как раз списочный, удобно, x ссылочка на каждое, то есть для каждого x в A. Если у меня number равен x, в этом случае что? Ну, нашелся сразу return true. На этом цикл сразу завершается с правдой. Если же я добежал до конца цикла и этого не случилось, то return false. Телефоны надо отбирать при входе на лекцию, да? Нет? Понятно, да, логика? Я могу с флагом это реализовать, то есть я могу поставить некий флаг, которому выдать начальное значение false. Дальше, если у меня нашлось число, тогда поднимем флаг в true и return flag. Так тоже понятно, да? Тогда один return в конце. Правда, в этом случае после поднятого флага зачем продолжать цикл? Тогда можно было бы сделать break. Ну, простите, у меня несколько реализаций, я должен показать и ту, и ту, и как я мыслю, правда? Показал, все. Обе реализации. Это что, кстати, такое? Это у нас generate permutations. Пересмотрите, в конце концов, видео с остановочками, сделайте скриншоты. Так, поехали дальше. Find реализован, реализован. Пожалуйста, вот find number prefix. Fix.me можно убирать. Запускаем. А, нет, чтобы запустить, нужно еще, собственно, вызвать, да? Generate permutations. Для чего сделаем? Ну, давайте сейчас пока что три числа попереставляем. Да, три в трех позициях. Ну, я же договорился, что по умолчанию в тех же трех позициях, и даже ради этого написал вот эту вот штуковину. На самом деле, я решил большую задачу, чем на доске написал. Я решил перестановку N чисел в M позициях. Ладно. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Те, кто знает, что такое перестановки, вот, пожалуйста, вот перестановки. Посмотрите на них внимательно. Маленькая модификация для красоты. Это меня предупреждали другие преподаватели, что не стоит к этому приучать. Но дело в том, что списки можно взять и развернуть прямо внутрь функции, как бы через запятую. Ну, то есть, в принципе, я мог бы написать префикс для мышки. Да, префикс нулевой, запятая, префикс первый, префикс второй. И сейчас это сработает, потому что мышка как раз получает в данном конкретном случае, как раз у нас перестановки длины 3. И это сейчас я ломаю программу слегка. Но она будет работать, будет красивее работать. Почему? Ну, потому что через пробел, он же через пробел выводит параметры принт. Если через запятую ему дать параметры, он их через пробел выводит. Правда? А могу ли я взять и вот сюда прямо вот вывернуть префикс наизнанку? Вот прямо туда его взять и раскрыть эту последовательность через запятую в качестве параметров? Понимаете, о чем речь? Я хочу, чтобы независимо от длины принт все равно потребляет произвольной длины количества параметров. Ему все равно сколько параметров потреблять. Правда? Взять ему и сунут туда этот список через запятую. Но как это дело автоматизировать? В другом языке, наверное, никак. А здесь, пожалуйста, я могу взять и написать звездочка префикс. Вот эта звездочка, не являясь отдельной, ну, как скажем так, является такой операцией, как бы встраивание туда вот этого списка в список параметров функции. Я подставляю в качестве всех параметров функции значения вот этого списка. В результате у меня получится, что мои перестановки будут через пробел выведены в конце переводка редки. Хотя, ну, это красиво выглядит. Принт звездочка, да? Ну, зачем мне это надо? Ну, пожалуйста, я могу написать and, давайте, равно запятая пробел. Ну, чтобы через запятую он их выводил. Ну, пожалуйста, вот вам через запятую все. А между цифрами в числе можно ли убрать пробел? Между цифрами в числе можно ли убрать пробел? Пожалуйста, сепаратор никуда не девается. Это же именованный параметр. Именованный параметр можно передать. Вот, сеп, две кавычки пустые. Вот, пожалуйста, вот вам перестановочки через запятую без пробела. Так, ок, поняли, да? Ну, и, пожалуйста, раз уж вот мы так компактно их вывели, давайте их и выведем побольше. Вот вам через запятую все перестановки пяти чисел. Но пяти еще можно вывести на экран. Вы догадываетесь, что перестановок шести чисел, шесть факториал, а десяти я даже не буду пытаться вывести. Так, мы с вами успеем сейчас сделать следующее. Я немножко перегруппирую наши оставшиеся. Я не успею рассказать сортировку Хара за оставшееся время. Поэтому с генерацией перестановок мы сейчас заканчиваем. Понравилась генерация перестановок? Легла рекурсия. А вы знаете, как это выглядит без рекурсий? Генерация перестановок. Кому интересно, найдите, пожалуйста, книгу Александр Шент, программирование теоремы и задачи. Там есть генерация перестановочек. Ну, на самом деле, это довольно много, но там как раз не рекуррентный способ. Он по имеющейся перестановке генерирует следующую перестановку в лексикографическом порядке. То есть, умеете, вот у тебя есть какая-то перестановка, надо взять и просто взять и сгенерировать следующую. И делает это в цикле. Ну, это просто осознать сложнее. А здесь это естественно воспринимается достаточно легко. Итак, мы сейчас сделаем с вами следующее. У нас осталось всего лишь 20 минут. Я должен вам рассказать рекуррентные сортировки. Рекуррентные сортировки мы будем проходить с вами две. Это сортировка Тони Хоара, она называется «Быстрая сортировка». И сортировка слиянием. Поскольку за 20 минут невозможно рассказать вам быструю сортировку Тони Хоара, невозможно, поверьте мне, реализацию я имею в виду ее реализовать. Я сделаю сейчас следующим образом. Я сейчас за эти 20 минут расскажу идею двух сортировок и той, и той. У нас три доски. Тут будет у нас быстрая сортировка, тут будет сортировка с слиянием. А здесь мы сводку их характеристик посмотрим. Ну или может быть наоборот, как раз начнем со средней доски, а потом разойдемся налево-направо. А в следующий раз я реализую и ту, и ту сортировки в нескольких вариантах, чтобы мы смогли эффективно провести наше время. Итак, рекуррентные сортировки. Начинаем с середины. Рекуррентные, я до сих пор не знаю, как правильно, рекуррентные или рекурсивные. Никто русский язык не знает, да? Ну, я буду писать рекуррентные. Рекуррентные сортировки. Итак, первая из них, первая из них, это быстрая сортировка Тони Хуара. Ну, давайте ее называют быстрой, вы будете везде встречать. Быстрая сортировка, а мне нравится, вот что у нее есть автор. Сортировка, потому что та тоже быстрая. Есть еще быстрые сортировки. Сортировка Тони Хуара. А вторая, это сортировка слиянием. Так, ну что же. Ну что же. Давайте их в начале некоторые характеристики. В начале некоторые их характеристики, сводные. Что значит сортировка быстрая? Что значит сортировка быстрая? Это значит, что у нас средний, средний, на средней выборке, получается, на некоторой случайной выборке, Сортировка происходит за, ну я вот так обозначу, W от N log N. Ну, обычно не пишут 2, но я напишу по основанию 2. N умножить на логарифм по основанию 2 от N. У сортировки слиянием, у нее можно по-честному написать, что она на любых входных данных дает O от N log N. В чем отличие? Дело в том, что сортировка Тони Хуара не всегда работает хорошо. Существуют такие выборки, такие массивы, которые она сортирует плохо. А именно, она может сортировать вплоть до O от N квадрата. То есть, точно так же, как пузырек, выбором, эти вот, то, что было она позапрошлой лекции. Ну, вот сортировки. То есть, она, в принципе, странно, что кажется быстрой. Но, на самом деле, на случайной выборке, вот, обычно она сортирует как раз быстренько. Так же быстро, как сортировка слиянием или другие сортировки. Дальше. Дальше. Что мы делаем? Еще. Рекуррентная сортировка Тони Хуара выполняет сортирующее действие. А, я забыл по памяти сказать. Ну, ладно, я уж начал писать. Сортирующее действие выполняется, это так вот сквозным сейчас напишем, выполняется на, на, значит, в первом случае, на прямом ходу рекурсия выполняется на прямом ходу, а здесь на обратном ходу. Рекурсия. То есть, когда мы возвращаемся. Сортировка Тони Хуара может быть реализована без дополнительной памяти. То есть, ей не надо дополнительной памяти для того, чтобы осуществлять сортировку. Она может работать прямо в том же массиве, сортировать, где и будет результат. А сортировка слиянием требует, нужна дополнительная память ей. Нужно запоминать столько же элементов, собственно, сколько их в массиве. То есть, нужно как минимум столько же еще памяти дополнительной. О, от N дополнительной памяти. Дополнительной памяти. Именно этим она хуже сортировки Тони Хуара. Ясно? По остальным параметрам, по остальным параметрам, она гарантированно не хуже. Она гарантированно не хуже, чем та. Ну и еще. Сортировка Тони Хуара относится к алгоритмам, так называемым разделяй и властвуй. Есть алгоритмы, которые так называются. Разделяй и властвуй. Кстати, вот я не знаю, может быть, сортировку слиянием тоже можно туда? Но я не буду ее так записывать туда. Не готов. Знал бы, сказал бы. Давайте к нашим солдатам и прапорщикам. Вернемся. Значит, прапорщик Дед строит солдат. Строит солдат. Это у нас будет сортировка Хуара. Так, раз. Кого там еще? Два. Три. Хорошо бы какие-нибудь числа еще сюда приписать конкретные. Сейчас пишем. И маленького еще пишем. Единичку. Пять, четыре, два, так, три, один. Четыре, два, пять, три, один. Вот такой вот мы сделаем. Что будет делать наш прапорщик? Ситуация с сортировкой Тони Хуара. Он говорит, о, какой-то строй длинный. Не, ну это я нарисовал короткий массив. А реально он может быть длинным. Его задача отсортировать этот массив от начала до конца. Говорит, что-то мне много надо сортировать. Я возьму-ка сейчас попробую быстренько ну так вот взять их быстренько рассортировать налево-направо и отдать это двум своим подчиненным прапорщикам. Пусть они дальше сортируют. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Я беру хватаю, кого придется. Вот давайте пусть вот этот первый товарищ, он будет тем, кто придется. Я ему говорю, ты, дорогой, будешь у меня барьерным элементом. Барьерный элемент. Я говорю, так, у меня все солдаты в этом строю, они либо ниже по росту, либо выше по росту, правда? Либо равны ему по росту. Три группы солдат возникает. Еще раз, те, кто ниже по росту, те, кто равны ему по росту, и те, кто выше его по росту. Что я делаю? Я говорю, давай-ка я вот пройду этих товарищей и отправлю. Говорю, так, ты ниже его по росту, ты идешь в начало, налево. Это двоечка пошла. Ты ниже его по росту? Нет. Как именно это делать на месте, я потом объясню. А пока что я заведу как бы третью, то есть у меня будет сейчас три строя, три кучи, я буду на три этих строя отправить. Я говорю, ты выше его по росту? На самом деле, первое, это вот он говорит, ты равен себе по росту? Ну вот он тоже спрашивает, ты равен себе по росту, отправляйся в среднюю кучу. Отправляйся в среднюю кучу. Ты ниже, сюда. Ты выше, сюда отправляйся. То есть он их на три строя, как бы на три куска строя разбивает. Ты ниже его по росту? А, ты ниже его по росту, значит в первый строй сюда отправляйся. Ты ниже его по росту? Ниже. Отправляйся вот в этот строй. Еще раз, у меня очень маленький этот массив, поэтому у меня получилось так, что вот в этом и в этом строю у меня мало солдат. Кроме того, у меня здесь не было солдат равных четыре по росту. Давайте одного добавим сюда в конец. Еще одну четверочку, но чтобы общий случай рассмотреть. Еще один, который равен четыре. Обратите внимание, что тех, которые равны по росту, сортировать не надо. Правда? Если я сейчас возьму теперь эти три куска и просто тупо соединю их рядом, поставлю обратно, то у меня получается, что средние уже, они автоматически отсортированы. Те, кто справа, я тут поставил пять, давайте, я могу опять же, вы уж простите меня, что это сложно может быть переписывать, я дополню, чтобы было подлиннее. Давайте, я этого напишу шесть, а здесь еще поставлю одного, который пониже того, но повыше, чем четыре. Вот здесь будет пятерочка. Ну, чтобы было понятно, что вот он этого говорит, а ты выше по росту, чем барьерный элемент. Выше. Иди вправо себе. Это у меня был шесть, а еще тут встал пять. Что получилось? Я выполнил сортирующее действие, но оно не окончательное. Я просто их распихал на тех, кто ниже, чем барьерный, на тех, кто выше, чем барьерный, и те, кто ему равны. Но оказывается, что мне осталось отсортировать вот эту кучку и вот эту кучку. Этих даже сортировать не надо. Понятно? И второе сортирующее действие делает, точнее, как сказать, два более простых сортирующих действия. Почему они более простые? Ну, потому что тут у меня, извините, массив был из, я аж семьи нарисовал, из семи элементов, да, а я за счет вот этого сортирующего действия и рекурсии свожу задачу к тому, что мне нужно всего лишь два массива маленьких, ну, на самом деле, не массива, два кусочка массива, два диапазона в этом же массиве отсортировать. Первые три элемента и эти два элемента. Ну, проще эта задачка, правда? Даже если я буду это дальше сортировать с квадратичной асимптотикой, то я заменяю n квадрат на 2 умножить на n пополам в квадрате. То есть я и так себе уже в пополам асимптотику погашу, правда? Не учитывая то, что у меня еще парочка просто в качестве барьерных выкинута. Понятно? То есть я как минимум, даже если я дальше запущу сортировку пузырьком, я и то себе в пополам количество действий уменьшу. А ведь я эту сортировку тоже могу делать по тому же принципу алгоритма Тони Хора. Да, эти ребята не осознают, да, те ребята как были в том порядке и стоят. Ясно? Идея понятна? Сортирующее действие вот такого характера. Да, мальчики на лево, девочки на право. Те, кто меньше на лево, те, кто выше на право, те, кто равны посередине. И потом запускаем две сортировки. Так, сортировка слиянием. Сортировка слиянием. Пока, опять же, идея, абсолютно без реализации. Будет хорошо? Будет хорошо даже, что вы увидите обе реализации рядышком. Мы их заодно протестируем сразу. У нас там тестовый генератор почти готов. Но еще, кстати, мне нужно три минутки на обсуждение еще одного момента. Нет. Не знаю. Ладно. Сейчас подумаю. Сортировка слиянием. В чем ее идея? Вот передо мной строй солдат. Какой там был? 4, 2, 6, 3. 4, 2, 6, 3. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Вот у меня передо мной строй солдат. Так, 1 маленький совсем. 6 повыше, самый высокий. Так, 5 пониже немножко. Так, 4 по... А, 4 такой же, как 4. Собственно. Так, и 3 повыше, чем... Вот так вот. Ок. Что делает этот прапорщик? Прапорщик, который будет сортировать слиянием, мечтатель. Он говорит, вот бы кто-нибудь за меня отсортировал уже этих товарищей. Ну, хотя бы по половинке. Ну-ка, подчиненный номер один, отсортируй-ка мне первую половину этого списка. Первую половину массива. Ну, на половину не делится, их тут 7. Ну, с точностью до плюс-минус одного. С точностью до плюс-минус одного, до n пополам. То есть, я могу взять и кусок этого списка, ну, я вот так обозначу сейчас, кусок, часть а, соответственно, от нуля до, соответственно, n пополам не включительно. не включительно, а вторая, соответственно, вторая часть, соответственно, а, от n пополам, но включительно, до n не включительно. Да? Ну, можно же так сделать? Я, ну, примерно на пополам, ну, что значит, примерно на пополам, 7 пополам, это сколько? Это 3. По 3 не включительно. Значит, нулевой, первый, второй. То есть, у меня вторая половинка, она может оказаться чуть-чуть длиннее. Но я говорю, подчиненные, вы мне вначале отсортируете, а потом я уже приду и разберусь. Что делают? Ну, подчиненные как-то сортируют. Мы сейчас мечтаем и забываем, не вдумываемся, как они это делают. Но они мне делают 2, 4, 6, да, соответственно, не то, чтобы я совсем хорошо нарисовал, но как есть. 2, 4, 6, а второй подчиненный отсортовал мне вот этих вот. 1, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 3, 3, так, 4, и 5. Ок. Подчиненные за меня отсортировали по половинке. А что я дальше делаю? Я беру новый строй, то есть пустую память, в которой у меня эти позиции заготовлены. Я беру и начинаю, беру два индекса, одним пальцем тыкаю сюда, а другим тыкаю сюда, вот так вот, и говорю, так, ребятки, кто меньше, ты меньше, оп, ты пошел сюда, встал. Дальше этот палец, раз я этого товарища уже туда переставил, я сдвигаюсь правее, он ушел туда. Так, кто из вас ниже, ты ниже, значит, ты пойдешь сюда, и палец передвигаю, да, так, кто из вас ниже, ты ниже, значит, ты идешь сюда, он ушел, я палец передвигаю, я по сути двумя индексами двигаюсь, в моей пальце это по сути два индекса в двух половинках массива, я одним индексом двигаюсь, вторым индексом двигаюсь, да, а собираю в новую копию массива, один, два, три, дальше, эти равны друг другу, но если равны друг другу, мне надо какое-то решение принять, давайте из левой, если они равны друг другу, из левой условно брать, взяли из левой половинки, сейчас я думаю, давайте лучше, а, не важно, все равно будет, примерно то же самое, не важно, четвертый пошел сюда, да, дальше, и сдвинул палец, эти равны, так, кто больше, ты больше, ты меньше, так, ты, значит, идешь сюда, и этот пришел сюда, отлично, дальше, я смотрю, кто, и этот, значит, этот ушел, и дальше возникает какая ситуация, у меня одна половинка закончилась, на самом деле, во второй половинке мог остаться не один, а их там могло еще остаться много, причем они выстроены ровненько по высоте, бой подчиненный, хорошо отработал, отцартировал этих товарищей по высоте, и мне по сути остается вот весь этот, причем я знаю, что сейчас ушел туда тот, кто ниже самого низкого из них, они же по возрастанию сортированы, значит, мне что, надо взять всю эту группу людей, ну, группу, там, не один, да, может быть, их много, и просто допихать в конец, в данном случае вот этого одного товарища, оставшегося, просто тупо допихать в самый конец, говорить, о, и вы тоже туда в конец вставайте, это действие называется слияние двух отсортированных массивов в один, оно осуществляется за просто тупо н операций, короче, само сортирующее действие и в случае сортировки тони хора, там, где барьерным элементом прохожусь, я говорю, ты выше или ниже, ты выше или ниже, я по сути прохожусь просто по всему списку, да, и в сортировке с слиянием тоже я сортирующее действие выполняю за оатен, за количество элементов в самом списке, я просто один раз прохожусь, ну, да, немножко с вот таким вот подшагиванием, но я каждого человека ровно один раз буду на него смотреть, и он только один раз будет у меня входить вот в этот как бы суммирующий массив, сливаемый, в который я сливаю, понятно? Временный, почему он временный, потому что я обратно потом, когда я их там расставлю, я их обратно, конечно, запихаю вот сюда и ту память освобожу, но тем не менее я это должен сделать, понятно? Доказательство того, что это n log n я оставляю на потом и реализация в следующий раз и то и другое. До свидания, до встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ